Девушки отдыхают Добрый вечер Московская область Пихоя до дома растет нормально Маракуйя прямо из Китая Самовывоз Дед, а Иван уже сбит? Иван, ну пойди в ту комнату поговори А, нет, погоди, ты можешь, уже поздно Жаль Ты тут его поприветствуй Скажи, Иван, если ты меня слышишь, передаю привет Иван, если ты меня слышишь То, что передаю привет тебе А Иван, ну это брат нашей Савинич Елены Александровны Наша Елена Прекрасная Значит, у нас еще сложно Значит, Маракуйя В 35 выдержать Так Архангельск, Москва Небольшое эхо Добрый вечер Эхо Жалко Мешает эхо Я готов оплатить книгу Светники Елена Павловна Ну, вы первая, значит, получается Книга ваша Пересылка обойдется 300 рублей Это точно Я уже убеждался Я недавно Отправлял Посылку Весом 600 грамм Челябинск На посылке написали Авиа Это значит, наверняка Через Москву шла И стоила она 460 рублей То есть, получается С половиной я оплатил Ну, это я к тому Чтобы не обижались на цену 500 и 300 800 Книга ваша Так Я еще могу на ней расписаться Хотя она не моя Это Это энциклопедия Так Добрый вечер Всем добрый вечер Мое мнение Если про садоводство То давайте про садоводство А то мы так Политики сведем Не, но эта политика Ни при чем Это касается Хотя тема серьезная То есть, получается Ну, мы сегодня Про садоводство Ладно Первое мнение Минус Это значит, что будет Отдельный фильм А там кто хочет Тут посмотрит Ну, посмотрим Это Больше Дороги голосования Речь идет о том О чем Возможно Еще пока Мы даже Не уникли глубоко Так Подтверждаю У соседей растет Подаренное мне Лучше, чем у меня Вы поверите Я Здорово Вот Так вот Смотрите У меня Такой случай Когда я Через Изру Ехал Подобрал Жить Он сказал Это Одна из Первых Сказал Что груши Растут Называется Лесная Красавица О которых О которых Мы говорили Ну Вы видели Полно Здесь 150 Грамм Вот Я попросил Задуть Машину Сказать Что они Не крупные Нет Они Огромные Когда мы Подошли К дереву У меня Шок был Это 600 Грамм Самое Мало Это Громадина Вот То Что я Погнал Две Штучки Это 300 300 Грамм Вот Я тогда Увиделся Какие Потенциальные Возможности Что Да Был Сад Был Райский Сад Был Как Так Когда Слов Нет Вот Такие Райки И действительно Кому Подарю Обязательно Лучше А возьмите Чернобаева Вы видели Как У него Получилось Эти Самые Как Назвать Господи Мы Голдин Который Назвал Удружается 540 Грамм Представляете Овенгерки Прил На Абрикос Они Стали Крупнее Слаще Потеш На Ней Не Брал Так Валерий Костылович Подключилась Позже Тоже Могла Бы Купить Книгу Ну Книга Одна Все Но Я Не Могу Уже Все Сказано Потому Что Я Не Могу Ставить Аукцион Это Было Несчестно Вот Вот Другое Дело Что Эти Книги Книги У меня Самые Быстрые Книги Ну 600 Рублей Без Аукциона Видели Лежат Не Распакованные Так Уже Перевела 1500 Рублей За Вашу Подавленную Книгу А Это Это Вы А Я Хотел Сказать Вернуть Деньги Обратно А Вы Ж Я Вам Обещал Ну Спасибо Ну Я Одно Скажу Ирина На На Том Свете Ну С Вами Все Я С Ну Вот Так Всем Добрый Вечер Иркутск Они Уже Меня Упрекают А Кто Упрекает А Прозово Так Тракты Сажал Весной Этого года Косень Не было Не более Десять Метру Потим Нело Опыт Врач Поэтому Прошлый Хроназин Весна Быть Длинная Сейчас Дом Сеется Весной Ну Это Я Понимаю Алексей Вы Можете Как Сказать Помощник По Этим Делам Вот Где-то Светитесь На сайтах Где-то Меня Защищаете Вот Ну Значит Вам Должно Попадать Опять Так А Это Брат Всем Здравствуйте Я Вдивишки У нас Не стало Почти Совсем Это Косромета Весной Всевышний Институт Массово А шлистер Не видно А раньше Лет 20-40 Назад Ягоды Не знаю Куда Девать Вот Фот Урожай 17-го Года Ну Позор Конечно Вот Позор Это Не к Вам Относится Не к вашим Садоводам Страшно Дело То Что Есть Такое Понятие Не зря Здесь Глава У меня В книге Нужна Свежая Кровь Это Как Я Красиво Рассказывал Как Китай Завозят Карасе Чтобы Украинские Карасе Это Самое Поздравить Вот Как Собак То же Самое Сколько Я Примеров Приведу Все Красиво Красно Лечиво Поливать Начало Спасибо За Науку Считаю Сужател Только Кос А Началось Сажен Свет Локаре О Я Наоборот Считаю И Минем Вот Тут И Тут Все По Праву Только Кос И Минем Тысячу Никаких Сажен А Нет Это Я Пошутил Я Просто Пошутил Вы же понимаете Что я Ерничаю Надо Делать Так Как Делал Этот Самый Две Савейки Которые Дормали На Холодильник Тебе Чего Побольше Катай Побольше Или Садай И Сосисок И Того Побольше И Того Побольше Вот Так Правильно И Кос Побольше И Сад Остается Я Покупаю Урок Сладкий По 10 Килограмм Урюк В месяц Тихо Коски Сад Человечная Матри Когда Ясеня Передется По Снегом Стрех Та И Будет Сливать Снова Снег Петра Петра Проклежат Петра А куда Рудевать Тихо Тогда Потом Стрех Да Ну Говорю Это Понятно Вы Знаете Есть Известный Садовод Которая Природилась С Узберкистана Она Сибирь Не поехала За Раскошными Морозо Этими Косочками Нет Она Природилась Петра Петра Что-то Жаловаться То У меня Погибло То Погибло И В отчетах У него Научно Погибло Другое Дело Что Сам Способ Хороший Способ Вот Есть Много Способов Хороста Специровать Поэтому Вы Улюк Ну Если Ко Мне Пишут Сочи С Одесса С Кирсоцкой Области С Польши Ну Конечно Может Там И Улюк И Улюк И Улюк И Улюк И Улюк 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 И Улюк И Улюк И Улюк И И Улюк Улюк И Улюк Так Растения Из Климата На Северо-западе Плох Себе Чувствуют Нужно Искать Прибалтики Замучить Вот Глапши Навешивают Те же Самые Волны Пришьют Из Молдавии Польши И Голландии Ну Разве Что Сербии Уже Ближе Там Где-то В горах Может Чуть Чуть Получше Так Насчет Пророс Не Пророс Вы Знаете Вы Написали Что Практически Еще Не Проросло Можно Сказать У Не Покупать У Бросского Дело В том Что Результат У Других Ну Сто Ну Почти Сто Процентов И От Меня И От Бросского Вот Поэтому Получается Как Вот Допустим Улюк У него Хорошо Получилось Может Быть И Даже Там Сто Штук Амор Ты Тысяч У Бросс Другое Дело Качество Может Быть Вот Тот Самый Патриархи Амор А Они Как Знаете Как Ну Как Сли Так Золотой И Сказ Сказ Кто То Песок Моет Вот Как Вот А Кто Один Раз Нашел Саморудов Вот Как Это Ведь Я Ничего Не Заставлял Я Ж Говорю Как Есть Реальный Фильм Есть Реальный Человек Называется Александр Мразель Я Усас Изол Мало Того Чтобы Бабака Не Вырастил Манчжурский А Получился Культурный Да Я Показывал Подограй Он Потом Еще Северный Полез И Там Выраст И Там У Него И Питомник У Него И Сан Все Прекрасно Есть Кимия Еще Еще Есть Отчет Все Есть Начиналось Одного Но Он Достался Золотого Саморуда А Здесь Рюк Целое Можа Это Видро Целое Вырастить А Потом Попробуй Куда Нибудь На Тоже Северо Запад Тут Вопрос Спорный Может Как искать Прибалтики Когда они ко мне Обращаются Как искать Беларусь Когда они ко мне Обращаются Почему Они здесь не ищут Вы хотите искать Прибалтики А не ко мне Беларусь А не ко мне Вы поверите Со Швеции С Эстонии С Латвии С Литвы С Исраиля С Чехии Самый крупный Мой заказ Был Покосов На 70 тысяч рублей Кто Заказал Со Словакии Со Словакии Которая Словакия Представляете Ко мне К себе 70 тысяч Это как сейчас 150 тысяч Я не помню Сколько Косточек Но косточек Так что Хороший совет Но почему-то Это И потом Ну что Не повезло Я понимаю Взял только Один Пророст Вы пишите Но дело в том Что Другие Кто у меня Заказывал Я же Письма Не выдумывал Я их Никак Не правил Вот Это единственный Случай Когда Можно доверять Не на 100% А на 200% По одной простой причине Я Бога боюсь Так Осенью на грунт Сверху Присыпал Сантиметр Сейчас Делаю По-другому Интересно А как По-другому По-другому Как бы Мне это Притом Не пожалеть А Осенью на грунт Так Погодите Вы же Осенью То есть Без сертификации А А я тут Распинаюсь Все Проехали Все понятно Вот Мне уже Рассказывают Помните Это же Реальные люди Человек садит Ни одна не взошла Он вместо того Чтобы мне там Просылать И деньги Требует Обратно Он копает В другом месте Вот они Все косточки А помните Я вам показывал Целые Кладовые С изгрызанными Косточки Собирались Все до последнего Косточки Собирались С моего сада Я вам показывал Фотографии Сотни штук На квадратный метр И все С дырками Я не говорю Что именно Это причина Ваших неудач Ну и еще раз говорю В холодильнике Мышей нет Поехали дальше Просто не пронес Раны Чтобы делать Провод Ну Сафронов Я еще Вот Я даже Читать его Одно удовольствие Так Теперь Еще раз говорю Антон Вот Я надеюсь Что Вы меня заметите Нельзя Вот знаете Стоит нам 1-2 недели Пропустить Ребина Все Больше бы людей Не соберем Вот 52 сек Осталось К концу Ну Если Назь Это Может Сех 100-150 Многие уже Спят Потом Потом Досмотрю Потом Ключу Знаете Как А потом Еще Забуду Вот Поэтому Я на вас Рассчитываю Если Меня нет В субботу Значит Вы есть Как хотите Я даже Помогу вам Заранить Если что Тема Или просто Отвечать На письма Хотя Это Ответственность Так Винограда Садовод Рассказ Скоро Ну Это Просли Детали Так Надо Переть Ну Это Все В пределах Этого Самого Технологии Проращивания Прорыв Искусственно Проращивал Вектарины Сто Процент Удашли Завета Урасти На Три Метра Тепли Ну На Той Теплиц Вопрос Заран Впереди Посмотрим Так Люди Прочитают Тему Обрезки Обязательно Обрезать Перепосадки Опять Катур Люди Какие Это Наверное Вы Где-то Сцепились На Вебинар Где-то На Сайтах А Комментарии Под Видео А Я Не Читаю Потому Что Здесь Комментарии Нормальные Двадцать Кто-то Так Напишет Что я Так Там Тему Прекрасно Раскрыто Ответила За меня Парина Под этим Роликом Конкретный Вопрос Так Я Не знаю Потом Как-то Надо Было Это Я Потом Не смогу Когда Закончится Даже Найти Не смогу Может Антон Гаверич Мне Потом Скопируйте А Или Алексеев Сами Скопируйте Неб А Потом Посмотри Может Приведись Это Однажды Вебинар Агрономия Рекомендует Произивную Обрезку Под Достава Стерши Зимой Деревни Заразиться Бактериями Как же Заразиться Как же Оно Замерзнет И все Какие Бактерии Бактерии Тоже Тепло Любят Он Что-то Не знает Весной Солкодвижения Выдавливается Довар Закрывает Все Рану Ну Еще раз Замерзнет Ой Боже Сколько Раз Здравствуйте Никто Не Просходит Можно ли Делать Привыки Восторг Заточен Существом Соловьим Ножом Можно Я Обыкновенно Тупым Тоже Мог Вопрос В качестве Хотите Иметь Качество Хотите Одним Движением Сделать Заточен На Две Стороны Самый Острейший Нож 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 Буквально Как Бритва Еще Тольче Вот Тогда Еще Убедиться Вы Сами Для Себя Уважаем Садовод Вы Сами Для Себя Один Раз Возьмите С этого Всегда Должно Начинаться Десять Привык Сделайте Нормальным Ножом Привык Заточен На Одну Сторону И Вот Эти Болос Заточен Свейцарским А потом Сравните И тогда Только Рясно Будет Я Скажу Да Заточен Свейцарский Не Хуже Борс Не Хуже Но Только Потом Это Станет Известно Не Заранее А Потом Так Денеградов Делать Самодельным Я Видел Такого У меня Сосед По Хутору Он Так Нож Натачил Что Двусторонние Заточки Но Так Натачил Что Я Пробовал Я Не Мог Отличить От Своего Односторонней Но Это Опять Мастерство Так Дыхание Есть Но Это Минимально Просто Не Закрывать Косточки Крышкой А Доступ Воды Это Важный Кризисный Момент Так Приня Достаточно Влаги Разумедлены Ну Всегда Так Знаете Следить Надо Если Влагу Набрал Ничего Пилить Не Надо Ну Просы Просыпается Природа Просыпается Природа Просып机 А была ранняя весна. Помню, мы проснулись из 1000-1000 в марте. И в марте было тепло. Другой раз в апреле снег лежит, смотришь и постачки спят. И тогда до меня дошло. Садить надо прямо к тому моменту, когда просыпается природа. Вот когда в природе эта косточка проснулась бы, например, там, образно говоря, начало апреля. Значит, вы начали апреля и вы должны уже у вас быстрыми быть. А вы в мае посадили. Всё, проехали. В холодильнике лежало. Солнца нет. Провородила... Косточка, вы провородили этот месяц. Этот месяц пролежал. Погреб в холодильнике. Вот. И, наконец, холодно, темно. Наконец, пора сходить. Уже май, уже всё светёт, а она не будет сходить до следующего года. На такой инвентарь, что никому в голову не приходит. Ну что, ещё не всё. Не самый худший день. Вот. Получилось так, что мы с вами, мы с вами обсудили несколько тем. Немножко повторно. Ну, без этого тоже нельзя. Потому что вы заметили также, что не успели мы провести семинар. Те же вопросы задают. Те же самые вопросы. А потом... Действительно, бывает так, что... Как одна дама сказала. Я внимательно просмотрела. Всё. Я ничего не поняла. А мне кажется, я так хорошо объясняю. Ух, какой я молодец. А это значит, что у меня мозги не подготовлены. Это второй раз, третий раз. Ну что, будем продолжать? Ну и постараюсь что-то новое обязательно. Не без этого. Вот. Впереди что у нас? Впереди у нас декабрь. Так. Новый год впереди. И... Тальфикация впереди. Кто ещё не заказал семинар, надо получить, кстати, самому. Это лучше. Это легко. Это так просто, что уже проще некуда. Ролики высылаю, да. Те, кто надеются на меня, у них два варианта. Значит, вот это вот... Достаёшь холодильника уже с песком. Отправляю вам. Попадают в тепло. В тепле, а не влажные, мешочки набирают косточки влагу. И тут то-то самое, как это... Тут уже на выживание. Две-три максимум четыре кости убирают всю влагу, не дают на своём зайти. Вот. Это перерыв. Потом опять получили, опять посадили... То есть засунули в холодильник. А может, уже увидели, хвостики уже посадили. Горские. И всё уже... Ну, не дыгнулось варят. Хорошо, если до десяти, три-четыре-пять же идёт. Ну, тогда дойдёт до этого. До метра, до двух. Надо стараться сухими. Сухими, сухими, сухими. И так же тонкая граница. Чем больше семечек. Семечек взял, кусочек. Можно два-три корзины с яйцами. Да, вообще идеально. Не останетесь без этого. Бибисада. Надо за один раз посадить сад. Результаты увидели. Ещё будете много видеть. Всё, друзья, до свидания. Спокойной ночи. Следующий семинар. Вебинар мы проводим вместе с Сергеем. Подбираем темы, которые вам будут очень интересны и полезны. А, вот, катал семян. Вот он. Внизу зелёненький такой берейца. Пожалуйста, нажимайте, смотрите. Может быть, ещё не поздно. Потому что ещё раз говорю. Уже Жандели нет. Уже Королевские последние. Уже Баев мало. Уже этих самых. Всех свип роскошных вот этих. На всех не хватит. Хотя очень прилично. Но всё равно не хватит. Уже видно. Вот. Ну и благодарю за внимание. Продолжение следует.